Экспозицию, которая произвела фурор в Италии, теперь можно увидеть в Москве. Россия в пути. Все картины связаны с транспортом. Технический прогресс стал символом и отражением истории. Толпа в метро, портреты бортпроводниц, водителей, попутчиков. В Риме в этих экспонатах посетители выставки увидели скрытые смыслы и послания потомкам. Какие тайны откроются российским зрителям? Он сместил диск солнца ниже, он опустил немножко мост, он записал часы, которые оказались лишними, вокзальные часы. Пять лет художник искал безупречные пропорции. То совершенство, силу и мощь, кажется, всех механизмов 20 века, придуманных, чтобы человек всегда находился в движении. Вот игла первого советского реактивного пассажирского лайнера Ту-104 разрезает вечный покой бескрайней страны на до и после, словно прекрасное будущее врывается вдруг без спроса. Вы видите в нижнем левом углу маленькую-маленькую тележку небольшого человека, который немножко склонился под напором ветра, по всей видимости. И мы видим, как будущее побеждает в какой-то степени прошлое. Адам и Ева 20 века. Правда, в роли райского сада здесь брутальное колесо грузовика. Все минувшее столетие художники были свидетелями технического прогресса и даже искренне восторгались. Вот не просто женщина, а буквально новая амазонка, оседлавшая стального коня. А на картинах 80-х настроение уже совсем другое. То ли задумчивость, а то ли безысходность. А эту картину пассажиры метро выходят из-под земли. Критики даже сравнивают с одним из кругов данного ада. Здесь пассажиры метро, кажется, уже не смотрят вокруг. Подземка в 50-е перестала быть чудом, стала частью обыденности. А вот у самого романтичного экспрессиониста 20-го столетия Александра Лабаса эскалатор – это еще сказочная лесенка-чудесенка, уносящая к счастью. С одной стороны ты спускаешься куда-то под землю, а с другой стороны ты оттуда поднимаешься. Ну, здесь нет верха как такового, здесь не видно верхней станции. Это люди откуда-то сверху спустившиеся и куда-то в бесконечную ввысь поднимающиеся. Юная стрелочница на неизвестном полустанке, экскаваторщик, резчики металла для будущих машин. Или даже вот девушка-водитель автопогрузчика. Не говоря уже о летчице, точнее, как тогда говорили, авиатриссе, или вот симпатичной бортпроводнице. Как романтично звучали названия новых профессий 20-го века. Ведь все эти люди прокладывали пути в светлое будущее, связывали воедино дорогами и магистралями огромную страну. 60 картин, многие из которых, как, например, стихи Маяковского Александра Дейнеки, впервые за десятилетия покинули стены своих музеев. Ленинградский морской вокзал с белым круизным лайнером, как воплощенная мечта о дальних рубежах своей страны. А копию этой картины, по слухам, заказал для своего кабинета сын Сталина Василий. Рыбаки, геологи-первопроходцы и строители. Каждая картина здесь – это без лишнего пафоса. Документ о незаметных подвигах обычных людей. В Риме, откуда только что с такой же выставки приехали все эти полотна, их посмотрели больше ста тысяч искушенных зрителей. Конечно, поначалу была такая опасность, что итальянцы увидят в этих картинах агитационные плакаты своего времени. Но нет. Они увидели здесь живых людей. Им оказалась очень интересна жизнь рядового советского человека. Нам не пришлось объяснять, что, скажем, эта девушка за рулем – яркий символ счастья. Взгляните, это понятно любому. Одна из самых авторитетных газет Италии «Ля Република» назвала эту выставку торжеством транспорта. Ведь именно все эти грузовики и ракеты, машины и пароходы, по мнению итальянцев, символизируют власть человека над огромными просторами России. Это выставка о том мире, о новом мире, который хотел построить советский человек, и который, в общем-то, был так привлекателен для европейцев. Это всегда общий язык. Автору этого знаменитого портрета Юрия Гагарина, первый космонавт планеты, позировал лично. Правда, скафандр пришлось дописать уже после встречи. А на космодром Байконур ради этой картины художник ездил в творческую командировку. Все это зрители видят уже у выхода, но в полной уверенности, что дорога в космос – это только лишь предчувствие. Алексей Зотов, Валерий Жичкин, Сергей Мухин, Артем Григорян, Светлана Ведяшкина и Екатерина Овсянникова. Первый канал.